Продолжение следует... Сегодня у нас третья лекция. Начнем с мини-теста. Ну, можете пока не писать, я это... Да, но если знаете... Я просто хочу сначала чуть вас спрашивать, потом, если что, затектовать именно терминами такими. Слышите? Да, я специально сказал. Мак-адрес. Кто знает, что такое Мак-адрес? Как нам адреса установить, чтобы игру устроить? Правильно. Вы как? Да. Уникальный... Мак-адрес физический адрес... Как он еще называется? Адрес сетевой платы. Много названий. Мак-адрес — это уникальный идентификатор, присваиваемый мы каждой единице активного оборудования компьютерных сетей. Активного. Да. Какой-то звук сегодня дурацкий. Олег, ты тоже заметил? О, да. Какие Мак-адреса бывают? В прошлый раз я рассказывал. Немножечко, групповые. И? И для группировки. Широковечательные, да. Ну, одноадресные идентифицируют одно устройство в сети, Мак-адрес. Можно писать. Я специально вам поздал, чтобы писали. Пишите. Пишите. У меня три даже. Одноадресные идентифицируют одно устройство в сети. Широковечательные. Как хочешь. Главное, чтобы потом сам разрушил право, чтобы не писал. Широковечательные используются в тех случаях, когда все устройства в локальной сети должны обработать фрейм. Используются в тех случаях, когда все устройства в локальной сети должны обработать фрейм. Фрейм. Понятно почему? Потому что это второе уровень модели в соусе. Потому что мы сейчас говорим про Ethernet. Интересно. И третий, многоадресный или групповой. Групповой. Используются для взаимодействия с определенной группой устройств в локальной сети. групповой используется для взаимодействия с определенной группой устройств в локальной сети у меня не стали так кадрозный вопрос сейчас я кого-нибудь выберу вот и не нравится мне один раз на собеседование задали причем несколько человек даже не правильно ответили не очень странно чем отличается мтв от мфу нет мфу это обычное функциональное устройство правильный ответ да посмеяться что такое протокол что такое протокол да да правильно ну как бы да формальные правила для взаимодействия набор правил и действий или очередности действий ли позволяющий осуществлять соединение и 2 надо местами между двумя и более очевидные действий сети действий позволяющие наш еще осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включенными сети устройства МТУ. МТУ нам сказали. Максимум Transmission Unit – максимальный размер полезного блока данных одного пакета, который может быть передан протоколом без фрагментации. Максимум Transmission Unit – максимальный размер полезного блока данных одного пакета, который может быть передан протоколом без фрагментации. Ну и дальше, наверное, можно не писать, а так зачитать, потому что, когда говорят обычно об МТУ, имеется в виду протокол канального уровня сетевой модели оси, ну, второй, да, уровень. Однако, бывает, применяется МТУ также для физического уровня и сетевого уровня. Повторить. МТУ – это Maximum Transmission Unit – максимальный размер полезного блока данных одного пакета, который может быть передан протоколом без фрагментации. Бывает, что этот термин применяется для физического уровня, то есть медиа МТУ, для сетевого уровня – IP МТУ. Может быть, даже не связан с определенным уровнем модели. Бывает, что Туннель МТУ, ВИЛАН МТУ, Роутинг МТУ, МПЛС МТУ. Обычно МТУ, когда именно второй уровень модели оси, да, вот именно Ethernet Frame, когда застраивается полезная нагрузка, это вот как МТУ считается. Туннель МТУ. — Что такое CS My CD? — Мои вопросы. — А я специально. — Протокопирование в наших братах, чтобы сразу не по члену передавать? Это алгоритм множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий. Громче? Окей. А, написали? Что такое фрейм? Юра? Белый. Кто-нибудь? Фрейм. На каком уровне? Ну, да, на втором уровне. На канарном, да? Это логически сгруппированная информация. Пересылаемая в виде блока данных. Что ты сделал опять? Ужасная. А вот так? Так лучше. Ага. Так, пересылаемая в виде блока данных канального, скобочка, второго уровня посреди сети. Посреди сети. Логически сгруппированная информация, пересылаемая в виде блока данных канального, скобочка, второго уровня посреди сети. Посреди сети. Ну, как фрейм, это именно второй уровень канальный. Так, IEEE 80023. Ну, или IEEE, по-моему, так говорится. 80023. Стандарт. Чего? Чего? Стандарт. Ну, да, в общем, их там много, на самом деле, но это стандарты IEEE, касающиеся функционированной сетей. Семейство этих протоколов также называется Ethernet. Ну, как бы это вот семейство протоколов, которые описывают именно Ethernet. Это вот 80023. Чем отличается аккумулятор от концентратора? Да. Я рассказывал. Нет, ты все знаешь. Там много этого. Где? То, что он все сразу подсказывает. Да, да, еще одно. Семейство протоколов имеет общую широту. Да. То есть, данные послушаются одновременно всеми портами. Здесь один компьютер говорит, все им слушают. И там используется как раз CMOS. CMOS. Да, CMOS. Правильно. Да. И стандарт. Ну да. Стандарт нам на работе на каком уровне получается? На первом. На первом, да. Он не заглядывает даже в заголовки Ethernet. Да. А коммутатор работает уже на втором уровне получается. Потому что он заглядывает в заголовки Ethernet и, соответственно, он уже может на определенной партии, как бы, в зависимости от Ethernet. Значит, коммутатор передает информацию только на порт-получателя. Да. Коммутатор. Только набор получателя. Коммутатор работает на втором уровне. Ты принимаешь и получаешь. А, да. Разные. А если коммутатор между словами, нужно перекрестить, потому что нет. Да, да. Правильно. Два компании нет свеча, буквально. Два конкурса. Надо перекрестный кабель. Да. Значит, прямой кабель используется для соединения разнотипного оборудования, такого как сетевая карта и коммутатор. и коммутатор. Соответственно, перекрестный кабель используется для соединения однотипного оборудования, такого как сетевая карта и сетевая карта, коммутатор и коммутатор. Ну, потому что они передают и принимают на одних и тех же, на одних и тех же, в этих контактах, да. В парах. В парах контактах, да. Что такое контроль сетевая карта? В парах. 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 сумма не сходится на на втором уровне мы ничего не делаем мы нет он рассчитывает контрольную сумму вот этого одного пакета по определенному алгоритму просто математическим она как бы вычисляет и получается сравнивать так на сегодня тяжелая тема я поэтому буду смотреть по книжке потому что даже только не мог выбрать чего вы сказали потому что каждый абзац какие-то эти термины и что такое ну можно более я как более общем сказал потому что инкапсуляция это упаковка данных заголовок некоторого конкретного протокола написал молодец ну как бы да инкапсуляция получается мы берем как бы с более верхнего уровня вот эти вот то что у него там есть и запихиваем как бы для нижнего протокола это уже просто данные получается он к нему уже заголовок персовачивает и ему кофе что там внутри по факту это получается то есть Да, скажи, я не помню. Там нужен пароль Wi-Fi, сзади написан. А? Ладно. Растер, что-то такое дальше. Нотан. Я не буду громко говорить, а то он все успешил. Это не секьюрно. Так, сегодня мы говорим про IP-адресацию и маршрутизацию. Протокол, который определяет маршрутизацию и логическую адресацию, считается протоколом сетевого уровня. Третий уровень. Чувак. Кто-то мой. Это брал адрес. Значит, задал протокол, который определяет маршрутизацию и логическую адресацию. Это считается протоколом сетевого уровня. Третий уровень. Как обычно, у нас модель ОСИ отличается от наших суровых жизненных реалий. Они там придумали свой протокол. Называется сетевая служба и без установления соединения. Connection-less Network Services. CLN-C. CLN-S. Даже прям. Services. Соответственно, сейчас используется в основном у нас протокол IP на третьем уровне. Раньше еще использовались Novell. Интернет протокол IPX. И протокол доставки длитограмм Apple. Это DDP. Соответственно, сейчас остался в основном только IP, поэтому будем его только рассматривать. Вообще, в чем задача протокола IP? Заключается в направлении данных от узла отправителя в услуг получателя. С максимальными, ну там направляет данные, там, да, маршрутизирует туда-сюда, получается с максимально-минимальными задержками, но при этом он так же опять не занимается восстановлением каким-то, да, и чем-то таким. Это более верхние уровни. Протокол IP похож на, не знаю, на человека, который несет там такой большой тяжелый мешок, он его несет, несет там максимально старается там, да, изо всех сил, потом у него силы кончились. Он говорит, блин, силы кончились, бросает мешок, все, пошел дальше. Все. Ну, как-то так, да, и дальше ему уже пофигу, что там с ним случится, там уже более верхний протокол, даже там придет начальник, нам мешок дальше ты несет, типа, за него, не знаю. Вот как-то так. Соответственно, что у нас? Маршрутизация. Так, что такое маршрутизация? Маршрутизация у нас в YouTube-е рисунке показана. По факту это, что это, ну, доставка, даже не доставка, наверное, как объяснить, типа, логика, да, того, как наш данный пакетик должен заносить и добраться в другую сеть. Значит, здесь у нас что, у нас два компьютера, PC1 и PC2, соответственно, они в разных сетях. Мы видим, что сверху у нас сеть 10, 1, 1, 1, а у компьютера PC2 сеть 168, 1, 1, 1, 1. Соответственно, чтобы им доставить пакетик, они должны как-то там себе подумать об этом, да, как его доставить и что-то определенное, ну, следуя определенной логике, да, отправлять его в определенные места. Это PC1, он понимает, что компьютер PC2, ну, как бы хочет отправить компьютер PC2. Он понимает, что ни хрена это не в той сети, ну, соответственно, следуя своей логике, он отправляет его в маршрутизатор R1. Потому что у него маршрутизатор, видимо, маршрутизатор по умолчанию. Маршрутизатор R1, тоже следуя своей логике, понимает, что ему надо отправить маршрутизатор R2, потому что, почему? Потому что у него есть таблица маршрутизации. Таблица маршрутизации – это по факту список маршрутов или список сетей, да, и у него указана сеть, да, и куда надо отправить, на какой интерфейс или какому маршрутизатору. Соответственно, R1 знает, что вот эта вот та сеть 168.1.1 доступна через маршрутизатор R2, ну, соответственно, отправляет ему. Ему маршрутизатор R3, то же самое, у него есть уже информация, как бы, да, таблица маршрутизации. Отправляет R3, и R3 уже, он вообще понимает, что он напрямую подключен, да, к PC2, и отправляет к этому PC2 нашему пакетик. Соответственно, взаимодействие сетевого и канального уровней. Когда мы передаем IP-пакет, мы вот добавляем, вот здесь у нас, как его, инкапсуляция происходит, да, что мы наш IP-пакет добавляем к нему заголовок уровня второго Ethernet-а. Соответственно, в Ethernet у нас уже Ethernet-адрес будет адрес нашего R1 маршрутизатора, чтобы до него дошло, да. Но при этом destination-адрес в IP, да, в заголовке у нас все равно будет PC2 указан. Дальше R1 уже тоже самое, он сначала отбрасывает заголовок Ethernet, да, достает IP-пакет, понимает дальше, что дальше у нас уже среда HDLC, да, вот видите там заголовочек. Он добавляет к нему этот заголовок уже канального уровня, да, HDLC и передает уже маршрутизатору R2. Маршрутизатор R2 тоже самое. Ну, они проверяют контрольную сумму, да, если пакет правильный, то он убирает эти заголовки, опять достает IP-пакет, смотрит IP-адрес. Соответственно, понимает, что ему надо через среду Frame Relay передать, добавляет к нему этот заголовок среды Frame Relay и передает R3, ну и так далее. И тут суть в том, что получается каждый маршрутизатор вытаскивает этот IP-пакет, ну, сначала проверяет контрольную сумму пакета, да, что если все хорошо, то он отбрасывает заголовок Ethernet-а и достает IP-пакет. Дальше, когда собирается передавать, он уже понимает, через какую среду он передает, ну, собственно, если это Ethernet, значит, он заголовок Ethernet-а присобачивает, если это Frame Relay, заголовок Frame Relay, вот, и отправляет уже дальше. И по факту у нас так и получается, что каждый раз они, ну, инкапсуляция и деком, не знаю, как это сказать, в обратную сторону инкапсуляция. Ну да, если как-нибудь так, по-крутому, там, инкапсуляция и деком, ну да, извлечение и присобачивание в заголовках. Ну, это важно просто понимать, да, что он как-то заглядывает, как бы, ну, с одной стороны он отбрасывает эти пакеты, да, и заглядывает в IP, и потом каждый раз заодно он добавляет эти договорки. И так это происходит, это постоянный процесс, как-то, да, на любом ошибки зато происходит. Ну, это хороший вопрос, но мы сейчас самые-самые такие основы, да, там, да, я расскажу, ну, даже чуть-чуть совсем проговорим про протокол маршрутизации, вот, как бы, самые-самые такие вот азы хочу, как бы, да, рассказать здесь, ну, просто по книжке. А дальше уже будем рассматривать, там, дальше глава, там, есть, там, подробности, как бы, да, там, именно, сколько, какие есть, там, протоколы маршрутизации, как они там работают, там, там, ну, логика же может быть совершенно разная, там, в зависимости. Это здесь у нас указано, да, что здесь, в принципе, нам, такой динамический протокол, ну, протокол маршрутизации бывает, там, динамический, да, когда, там, они обмениваются между друг другом, да, этими маршрутами. А бывает, когда статически просто прописываешь ему этот маршрут, по умолчанию, и все. Как бы здесь вот, нам даже можно статически прописать все, и все, потому что он больше никуда не может отправить током. А если там несколько маршрутов, он еще потом, в зависимости от выбираем наилучший маршрут, но это тоже потом. Так. Заголовок IPv4. Ну, будем рассматривать IPv4, потому что все-таки более-менее самая распространенная сейчас, хоть IPv6 и появляется. Здесь нам, что интересно, поле Time to Live, так называемое DTRL, или время жизни пакета. Потом протокол, source-адрес и destination-адрес, ну, типа адрес получателя и отправителя. Про Time to Live еще дальше будем говорить, там будет такое важное поле. Много где используется, на всяких утилитках. А сколько условно, что опять платят? Да. Ну, там подробнее еще дальше я буду рассказывать, да, сейчас не будем углубляться в такое. Протоколы сетевого уровня определяют формат назначения логической адресации. Вообще, логический адрес называется не в том плане, что это какое-то лобику там используют, да, логический адрес используется именно как IP-адрес, называется логическим адресом, в том плане, что у нас есть физический адрес, да, вот баг-адрес устройства, а IP-адрес еще раз называют логическим, потому что, ну, как бы, как противопоставление этих того, да. Самая ключевая особенность у нас адресов сетевого уровня является то, что они позволяют логически группировать адреса. То есть, часть числового значения адреса подразумевает множество адресов, которые находятся в одной группе. Ну, дальше тоже я еще красненько расскажу, да, про группировку. Вот, соответственно, у нас есть ли, а, да, которые находятся в одной группе, соответственно, группа IP-адресов называется сетью или под сетью. Группы работают, ну, это типа они книжки сравнивают с этими, с почтой, да, что у нас есть. Допустим, если мы хотим отправить пакет, да, ну, компьютер, да, хочешь отправить пакет, или мы хотим отправить кому-то письмо, да, в обычный компьютер он знает толком, там, только этот свой, какого, адрес маршрутизатора только, да, и мы знаем адрес только нашего этого почтового отделения. Мы туда пошли, и все, а как они нам будут дальше передавать, нам, в принципе, кофе. Также с точки зрения обычного компьютера нам тоже дальше все равно, да, какая там будет логика. Главное, чтобы передалось. Потом то же самое там с этими, как это, с почтовыми индексами, да, что у нас индексы как на районы, там, да, и то же самое там, когда у нас определенный, ну, что там мы указываем индекс, да, и, соответственно, мы знаем, что этот индекс, этот район. А потом уже, когда дошло до этого района уже, да, то есть до конечного маршрутизатора, конечно, маршрутизатор уже знает, к какому именно компьютеру. То же самое именно на, как бы, в последнем, ну, в локальном отделении почты, как-то, да, знают все вот эти вот адреса, которые и кому надо именно это письмо отнести. Как-то так. А. А здесь. Адреса. А, картинки немножко для другого у меня учебника, поэтому там чуть-чуть это. В общем, здесь у нас что получается? Получается, что? У нас-то все узлы в верхней сети начинаются с десятки, ну, как бы про сети, да? А как они здесь включаются? Токен по... Получается... Блин, да я еще даже про это не рассказал. Рассказал. По первому числу, да, здесь, наверное, более правильно подсказать, показать, что R2 знает, что сеть 168.1 доступна через интерфейс, который, ну, как к фрейму Relay подсоединен, да? Ему не надо R2 знать, там, что, там, именно какой, именно какой компьютер, там, 168.1.1.1. Как бы, ему не надо это знать, потому что он знает группу адресов. Соответственно, благодаря тому, что у нас адреса группируются, да, мы можем сократить количество записей на каждом мышцезаторе. Вот в чем фишка. Фишка. Терминология, связанная с протоколами маршрутизации, такая, может взбивать с толку, у нас есть протокол маршрутизации, роботин-протокол. Он изучает маршруты и записывает эти маршруты в таблицу маршрутизации. Да, там, например, ну, в РИП, там, да, и в ВСПР, там, еще всякие маршрутизации. А есть маршрутизируемый протокол. Маршрутизируемый протокол определяет тип перенаправляемого или маршрутизируемого через сеть пакета. На рисунке у нас показано, как маршрутизируются IP-пакеты. То есть IP является маршрутизируемым протоколом, который мы маршрутизируем. Вот так. Итак, теперь вы знакомы с основной функцией сетевого выживания моделя 8. В оставшейся части главы рассматриваются ключевые компоненты процесса сквозной мощности отсутствия для сети IP-пи. Какие молодцы. IP-адресация. Самая важная такая тема, которую там просто пипец надо знать. Еще очень много про нее будем говорить. Там еще дальше будет, там, у нас какая сейчас, пятая глава. А в шестой главе, там будем очень, нет, в двенадцатой главе у нас именно будет целая глава посвящена. И там будем прям рассчитывать, там, там, двоичную, десятичную, там, все это. А сейчас так поговорим, ну как, просто чтобы более-менее понимать. Вообще, ну, все, наверное, знают, да, что, чтобы обмениваться с другими устройствами, нашему, какому-то нашему устройству должен быть в любом IP-адрес. Да, если устройство имеет IP-адрес и какое-то программное обеспечение, мы, значит, можем уже обмениваться с другими устройствами. Ну, устройство, которое, соответственно, имеет IP-адрес и какое-то программное обеспечение, и может уже с другими говорить, это называется IP-host. Ну, или, ну, узел по-русски, да, там, ну, хостовое устройство или узел, да, которое... IP-адрес, так, у меня картинки нет. IP-адрес состоит... Где мне это показать? А, ну, вот здесь у нас есть IP-адреса. Сейчас. Вот, видно меня? Вот это вот IP-адрес. Ну, вдруг там кто-то не видел. IP-адрес состоит у нас, получается, из 32-битового числа, битного числа, и записывается в точечно-десятичной нотации. То есть, получается, у нас вот эти вот циферки, обычно, ну, 10, 1, 1, 1, это как, ну, десятичные цифры, да, и разделяются точкой. Ну, это называется точечно-десятичная нотация. Ну, еще представляю дворичные нотации, но мы пока сейчас не будем, но, как бы, ну, это любое число, да, можно же представить, как в этой дворичной нотации, например, тут, единичка, крайняя, у нас дворичная нотация, это будет, сколько здесь, 7, 0 и 1. Ну, и дальше мы, соответственно, дальше будем это считать, да, как они рассчитываются. Представляете? Вот. Это нам еще пригодится, когда будем говорить там про маски подсетей и всякие такие еще крутые штуки. Каждое десятичное число в IP-адресе называется актетом. Актет, по факту, это просто еще один, ну, как бы термин именно в IP-адресах, да, который называют, ну, байт. По факту, ну, тут 10, это байт, да, там, 8 этих цифр. Соответственно, здесь вот для нашего IP-шника 10, это первый актет, единички, ну, второй, третий и четвертый актет, как бы, это все единички. Ну, понятно, что каждый сетевой интерфейс у нас имеет свой IP-адрес. У нас не компьютер, да, имеет IP-адрес, а даже если у вас там Wi-Fi, там, ну, все это тоже. Понятно. Так. Давайте сейчас сделаем перерыв. Дальше я расскажу про группировку и всякие такие очень крутые штуки. Давайте 10 минут перерыв. Продолжаем. Про группировку IP-адресов. Хочу вообще сказать, что у нас, мы сейчас будем рассматривать как-то классовую адресацию, да, что у нас, давайте, у нас бывает классовая, бесклассовая, сейчас будем про классовую рассказывать. Как они группируются, адреса. Да, у нас, получается, здесь мы видим, у нас в левой части сеть начинается с восьмерки, и все IP-адреса должны начинаться с восьмерки, соответственно. В правой части сети у нас все IP-адреса начинаются с 130.4. Первый акт 130, второй акт 4, и еще два нуля. И посередине сеть у нас первый акт 199, и второй один, третий один, четвертый ноль. Соответственно, ну, пример сети с адресами классов А, В и Ц. Так, сейчас скажу. У нас есть так называемый стандарт РФЦ 791, который вот в этом стандарте, в РФЦ 791, все как раз придуманы вот эти вот классы, что у нас есть три класса А, В, Ц, также есть класс Д, многоадресатный, и класс Е, экспериментальные адреса. Все адреса в одной сети, получается, в одной сети А, В, Ц класса, да, они должны начинаться, если у нас одна сеть класса А, значит, у них всех, например, будет восьмерка слева. Если там класс В у нас, получается, у них первые два актета задействованы под под сеть, да, и вторые два актета, это, получается, это адреса устройств. Получается, что у нас для сети класса А сетевая часть равна одному байту, да, вот восьмерка один байт, это сетевая часть, а и три оставшихся байта, это называется часть узла, ну, или часть устройств, как бы, да, то, что через, ну, в левой части, в первом актете мы указываем, что за сеть, как бы, да, определяем. Класс В у нас на сетевой части два байта, да, вот, 134, это класс В, и два байта, это отдается для номеров узла. И, соответственно, класс С, у нее, ну, по сей деньке, 199,1,1, это класс С устройства, длина сетевой части у нас три байта, и для номера узла складывается всего один байт. Соответственно, величина сетей для класса А у нас один байт или восемь бит, получается, да, в сетевой части. Количество, так, сейчас, открою. Соответственно, сетей таких у нас вообще может быть от единицы до 126, вот, соответственно, допустимые номера сетей от единички до, ну, от единички точка 0,0,0 до 126,0,0. Общее количество сетей, такой класс у нас всего 126 сетей, может быть, ну, 126 сетей, класс А может быть, но при этом узлов у нее может быть, блин, 16 миллионов, 777 тысяч 214 узлов, потому что у нас три октета, да, они, и в каждом октете, вот там здесь все 0, это получается 2 в 14, и минус 2 посчитывается адрес. У сети класса B у нас уже диапазон первого октета получается от 128 до 191, это значит, что таких сетей у нас может быть 16 384, и, ну, соответственно, узлов немножко поменьше, 65 534, и сеть С, таких сетей может быть довольно много, 2 миллиона 0,97,152, а узлов сети может быть всего 254, потому что у нас как бы один октет отдается, да, для именно идентификации узлов сети, то есть, знаете, это всего лишь 2 в 8, минус 2. номера сети, это вот, ну, 8, 0,00, это номер сети, соответственно, он как бы зарезервирован, мы не можем вот этот вот адрес, ну, как бы мы можем, то он не будет работать, да, мы не должны этот адрес отдавать адресу, ну, как бы, определенному устройству, вот, соответственно, у нас есть еще один зарезервированный адрес, это 8, и все единички, это широкопричательный адрес, и мы его тоже не должны всем давать, ну, broadcast, соответственно, пакет, который входит на broadcast, он как бы всем устройством заходит, всем услышит. в принципе, правильно, да, если мы берем, да, сеть класса А, соответственно, все-все-все вот эти устройства, там, да, если мы специально там всякие штуки наделаем, про которые мы дальше еще поговорим, то они все будут его получать, соответственно, да, этот пакет, все правильно, соответственно, у нас какие-то, есть несколько правил, как бы, для обеспечения функционирования вот этих вот всех сетей, у нас каждый компьютер, подключенный к интернету, должен быть уникальный, не дублирующийся IP-адрес, но это, как бы, тоже со звездочкой, но пока мы считаем так, да, что, дальше мы еще тоже об этом поговорим, почему со звездочкой, центральный орган управления административно назначал сети классов А, В и Ц, ну, раньше, когда сети А, В и Ц распределялись, компания, правительственное утверждение, там, всем, вот раздавал, да, центральный орган сети управления назначал каждый номер сети одной организации, гарантируя уникальность этого адреса на всем мире, то есть, ну, когда одну сеть одному, как бы, одной организации, его контролировал, да, что вот эта вот сеть больше там нигде не повторится, соответственно, IP-адреса, которые в этой сети, они, соответственно, тоже нигде не повторятся, ну, вообще, во всем мире. Ну, соответственно, да, что каждая организация, которая получала уже сеть класса А, В, Ц, затем назначала отдельно IP-адреса в ныне этой сети. Организация эта называется ИКАН, наверное, как это произносится, интернет-корпорейшн по осигнет нитворк нам, 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 верс, интернет-корпорация по присвоению сетевых имен и адресов. Раньше это было агентство ИАНа называлось, а потом вот к ней перешло это все к этому ИКАНу. Так, про механизм создания подсетей. Просто вообще, в чем прикол, да, что у нас неудобна классовая адресация, да, вот если просто классом, там, допустим, если там класс А, там сеть огромная, блин, нафига там такая огромная сеть, да, но при этом их много, вот этих самих, а, их мало этих сетей, ну, блин, у них много этих хастов, да, там, соответственно, нам не нужна такая большая сеть, мы хотим там поменьше, там, да, классы С хотим себе, но при этом в классе С, блин, мало хастов, да, соответственно, нам может не хватить, потому что сколько там хастов, всего 254 хаста, что это такое, ну, соответственно, как бы кладывать эти сети классы С и В, они очень быстро кончались, вот, дальше началось это вот деление на подсети, да, сейчас рассмотрим механизм деления на подсети, как это все происходит, вот, здесь у нас показаны на рисунке просто, это одна большая сеть, сеть B, сеть класса B, это 150, 150, нет, это, ну да, не одна большая, в смысле, да, а везде наоборот, на следующем, здесь у нас везде у нас показана сеть класса B, как бы, 151 класс B, 155 класс B, 154 и 3, и, как бы, вот, каждая подсеть, да, именно сеть класса B, соответственно, неудобно, и, как бы, никто так, на самом деле, не делает, а делают, ну, как бы, просто для, ну, для экономии, да, вместо, выделяют за одну большую сеть и дальше разбивают ее на подсети. Подсети определяются, ну, как бы, да, вот, как здесь у нас по, уже по третьему октету мы их разделяем, да, вот, там, где машинатор А, у нас третий октет единичка, значит, ну, как бы, подсеть 150-151, там, где машинатор B, на третий октет 2, соответственно, подсеть у нас уже 150-152, да, и дальше мы уже разбиваем на подсети и различаем их по третьему октету. Получается вот так. Артинка. C меньше? C меньше? Нет, ну, мы разбиваем здесь, ну, правильно, это может быть сеть класса C, но мы прикол-то в чем, потому что у нас много сетей класса C, да, они же могут отличаться первыми и вторыми, ну, как бы, актетами, могут отличаться, а когда мы разбиваем на подсети, соответственно, первые шагулы от этого одинаковые, да. Ну, по факту, да, можно сказать правильно, да, что мы как бы сеть, да, разбиваем на более мелкий, на C, можно сказать, да. форматы адресов, ну, это то, что я уже говорил, что класс А, ну, там три класса адресов у нас, класс А у нас в адрес под сети всего 8, ну, один актет, да, там 8 бит, ну, по-английски написано. Из другой книжки копировал просто, да, поэтому здесь что-то хотел вам рассказать. А, ну, да, здесь у нас класс, ну, про что мы сейчас говорили, да, что у нас есть класс B, например, да, у него адрес сетевой, это вот n равно 16, два вот это первых, да, и адрес под сети, вот это вот S, это как бы адрес, ну, так и называется, как бы, как, как, под сетевой, адрес под сети, как можно сказать, это адрес сети, сетевой, как бы, это под сети, а там, где H, это вот именно как бы хостовая часть, которая, которую API-шники мы можем раздавать уже этим нашим хостам. мы можем раздевать, как бы, когда мы разбиваем, да, что мы можем уже разбить так, чтобы они были прям идентичными, там, сетом. По факту, когда мы разбиваем, мы же хотим, там, как хотим, так и нам мы можем надеять. на самом деле. Да. Чуть-чуть. в видеокартинка появилась. В общем, да, и у нас, вот именно здесь у нас появляется так называемая как бы маска под сети, да, что если мы раньше говорили именно про сеть класса, там, A, B, C, только, да, где у нас ограничена, да, сети A, это вот именно первая, это сетевой карта, да, все остальное, это хостовая часть. Когда мы делаем именно маску под сети, ну, обычно 255, 255, 255.0, там, ну, все знают, да, маска под сети, именно вот мы и маской под сети мы указываем, какая часть у нас сетевая, да, а какая часть хостовая. И дальше, наверняка, там, какие-нибудь книжки будут, когда мы будем, когда мы берем IP-адрес, да, и смотрим адрес, сетевой адрес, нет, маска под сети, да, мы смотрим маску, смотрим IP-шник, и мы понимаем, какая часть сетевая, да, какая часть, как бы, хостовая. Соответственно, маска под сети нам позволяет просто определить вот эти вот две части, как бы, да, готова матмаска под сети. Так, сейчас поговорим про маршрутизацию. Более подробно про маршрутизацию. Так, узлы при определении того, куда отправлять пакет, фактически используют несколько правил. Ну, довольно простая логика, да, если IP-адрес получателя находится в той же патсети, что и IP-адрес отправителя, то пакет непосредственно отправляется в узлу получателя. Соответственно, да, вот если у нас PC-11 отправляет, да, что он, ну, сразу ему хрен отца и все. Если находится в другой патсети, значит, пакет отправляется к стандартному шлюзу, ну, стандартный шлюз это default gateway, это шлюз по умолчанию, да, это Ethernet, ну, вот 150-150-1.4, да, вот, именно, потому что стандартный шлюз будет для PC-1 и PC-11, если, наверное, все это знают. Так, здесь я вам уже все рассказал, так, вот, вот у нас происходит, да, как я вам рассказывал уже в самом начале, да, то, что у нас при передаче пакета, да, используется SFC, FCS, ну, это, как его, я уже сам куплюсь, во фрейме, это, вот, натуральная сумма фрейма, да, это когда мы проверяем, если фрейм, ошибок нет, значит, мы проходим, да, если ошибки есть, значит, мы дальше идем. Соответственно, если пакет, ну, как вообще вот этот, как у нас используется логика мышцисиации, вот первым этапом проверяем, эта ошибка есть или нету, если нет ошибок, значит, отбрасывается старый канальный заголовок и остается только пакет, смотрим, соответственно, и адрес отправителя назначения, и этого, отправителя, и того назначения, да, уже смотрим потом по таблице мышцисиации и, соответственно, дальше уже отправляем, и перед тем, как отправить, и капсулируем его в этот, позорвенцовремен, в зависимости от того, как оно соедает, соответственно, да, и это везде так проходит. Так. Дальше, дальше. Более подробно тоже, еще более подробно расписано, да, у нас здесь тоже несколько этапов есть, как заправлять, значит, этап А, ВК-1 отправляет пакет своему стандартному шлюзу. И сначала ВК-1 строит IP-пакет, в котором в качестве адреса получателя указан IP-адрес ПК-2. ПК-2 у нас внизу, ВСИ-2, да? Вот. ВСИ-1 должен отправить пакет, может, который R-1, потому что это его стандартный шлюз по умолчанию, потому что он понимает, что это другая, как бы, здесь, и, соответственно, по умолчанию отправляет. ВСИ-1 отправляет, добавляет IP-пакет в заголовок Ethernet, а в заголовке Ethernet будет уже указан адрес маршрутизатора на канальном уровне, ну, на канальном уровне. R-1, потому что он отправляет R-1, потому что он понимает, что надо по маршрутизатору отправить, соответственно, IP-адрес получателя будет ВСИ, да, а Ethernet-адрес будет R-1. Дальше у нас этап B, когда R-1 получил, маршрутизатор R-1 обрабатывает входящий фрейм и перенаправляет пакет маршрутизатору R-2. Так как указанный во входящем Ethernet-фрейме MAC-адрес является MAC-адресом маршрутизатора R-1, как бы, к нему пришел, он видит, что это MAC-адрес, и его, да, соответственно, он должен его обрабатывать. Правильно, этот пакет? Значит, он, ну, уже проверяет R-2, 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 убеждает, что ошибок нет, ну, контрольную сумму, да, ошибок нет, отбрасывает из Ethernet-заголовок хвостовик, соответственно, дальше он сравнивает IP-адрес получателя со своей таблицей маршрутизации, понимает, ну, находит, куда дальше его слайд, понимает, что какой там адрес, 150, 154, 10, да, что он попадает, в общем, в эту таблицу маршрутизации, и понимает, что, ну, Rowsing Table, да, у нас указано, что Next Hop, это 150, 152, 7, и interface serial 0. или в интерфейс, или в интерфейс, да, потому что он может по интерфейсам, да, указывать, что теперь в интерфейсе serial 0. Соответственно, и инкапсулирует уже в этот протокол HDLC, да, и HDLC Frame уже перенаправляет пакет через serial 0. Это маршрутизатура R2, маршрутизатура R2 обрабатывает входящий фрейм и перенаправляет пакет маршрутизатуру R3. Соответственно, получив HDLC Frame, R2 повторяет тот же сам процесс, да, проверяет, отбрасывает, да, добавляет уже, что там, что это такое-то, что-то там добавляет, соответственно, что там за, что за среда у него, фрейм релей, да, заголовок фрейм релея, и отправляет уже R3. маршрутизатура R3 отбрасывает входной фрейм и перенаправляет пакет к компьютеру ПК-2. Соответственно, так как, ну, он проверяет контрольную сумму, старый заголовок отбрасывает, здесь хвостовик, находит маршрут, ну, он понимает, ну, находит маршрут, этот, ну, в таблице маршрутизации он видит, да, вот этот айпишник, 150-150-150-4-10, да, что он находится в той же сети, как у него, вот этот вот, интерфейс интернет, да, соответственно, NextHop у него нету, как бы, да, что не надо дальше перенаправлять другому, может, в сизатору, и, соответственно, он может уже перенаправить непосредственно компьютеру в C2. И, соответственно, здесь уже и MAC-адрес, и IP-адрес в C2 уже будет указать, да, чтобы C2 уже обработал этот фрейм. Более-менее понятно процедура, да? Ну, здесь, да, мне вот, что нравится, очень так, ну, совсем так просто, как бы, не простись, но без особого они в этих подробностей сильно не вдаются, именно, честно, на понимание, как бы, да, что все эти, как там, что туда, капсурируются, а дальше уже все это будет рассмотреться, соответственно, более подробно. Вот как у нас происходит маршрутизация. Ну, тоже так, конечно, все это упрощенно. Процесс маршрутизации зависит от наличия в каждом маршрутизаторе актуальной таблицы ID маршрутизации. Каждый маршрут содержит номер под сети, ну, вот у нас routing table, да, указано, что он, номер под сети, сабнет, ну, например, для routing table на R1, 150-154 номер под сети, интерфейс и IP-адрес следующего, ну, next hop, или, типа, следующего маршрутизатора, как бы, да, он знает, на какой IP-шник надо передать, чтобы в ту сеть попасть, соответственно. на цели протоколов маршрутизации, они общие для всех протоколов маршрутизации, в общем, они вот такие, динамически определять маршруты ко всем подсетям сети и заполнять этими маршрутами таблицами маршрутизации, как бы, ну, это независимо, да, от протокола маршрутизации, они все это выполняют. Если доступно несколько маршрутов какой-то под сети, поместить, поместить таблицу наилучшей, соответственно, да, я об этом говорил, что протокол маршрутизации позволяет выбрать наилучший путь, да, или, ну, здесь тоже, наверное, со звездочкой надо сказать, что он все-таки не один адрик, он может послать несколько могут быть записей с маршрутом, да, но у них там они могут как-то иметь разные, ну, можно сказать, разные весы они могут иметь, что, типа, он будет понять, что лучше, конечно, отправиться к этому маршруту, но если что случится, то можно и по другому маршруту, да, но пока мы не будем в подробности вдаваться, да, будем считать, что у нас один маршрут к одной подсети используется. Протокол, наше сенсор, определяет, когда маршрут таблицы оказывается неправильным и должен удалять эти маршруты из сети автоматически. Если маршрут удаляется, соответственно, и доступен через соседний маршрутизатор, то добавляем такой маршрут в таблицу, вот. Ну, соответственно, как можно быстрее добавлять новые маршруты и заменять потерянные маршруты. Время между потерей маршрута и нахождением другого работающего маршрута называется время конвергенции. Тоже очень важный такой термин, это время конвергенции или время сходимости сети, так называемая. Это, соответственно, время, когда маршрутизаторы могут построить полностью маршрутную информацию и понимать угол. Ну да, это вот оно и есть, получается. Время перестроения, время конвергенции. Сходимости сети, да. Вот несколько терминов как бы. Ну, еще одна из целей маршрутизации, это превращать маршрутные переговоры. Так, соответственно, общие цели сказали, общие шаги. Общие шаги для помещения сети маршрутов. Каждый, этап один. Каждый маршрутизатор добавляет маршрут. Нет, наверное, не по картинке так. Не по картинке. Этап один. Каждый маршрутизатор добавляет маршрут в татусе маршрутизации для каждой подсети, непосредственно подключенной к этому маршрутизации. К этому маршрутизатору. Соответственно, маршрутизатор R3 он стопудово знает, что вот эта подсеть 150-154, что она доступна через этот интерфейс. Он добавил ее в свою таблицу маршрутизации. Дальше он, соответственно, хочет как-то поделиться перед таблицей. Каждый маршрутизатор сообщает своим соседям обо всех маршрутах в его таблице, включая непосредственно подключенные к нему маршруты, а также маршруты, о которых ему сообщили другие маршрутизаторы. И после получения нового маршрута от соседа маршрутизатор добавляет маршрут в свою таблицу маршрутизации. При этом в качестве маршрутизатора следующего перехода обычно записывается в соседний маршрутизатор, от которого был получен этот маршрут. Примерно понятно, что если R3 у нас непосредственно подключен к XT, он знает этот маршрут, соответственно, он делится этим маршрутом с R2, должен ему доверять, он стопудово знает, что раз этот R3 мне сказал, значит, через него доступно получается. Логика такая, что раз от него пришло, значит, мы ему верим, и через него можно доступно через него. вот здесь показано построение маршрута. Значит, этап А, вот внизу самый, в PC2, соответственно, R3 узнает маршрут, который относится к его собственному интерфейсу, дальше отправляет сообщение протокол маршрутизации, который называется анонсом маршрутизации или routing update маршрутизатора R2, и этот маршрутизатор узнает по сети 150-154. Ну, то есть, получается, R3 сделал routing update, анонс маршрутизации, маршрутизатор R2. Соответственно, R2 аналогично отправляет информацию маршрутизатору R1, сообщая ему по сети 150-154. Это, ну, это E, ну, соответственно, они вот так вот поделились информацией. И, соответственно, маршрут маршрутизатора R1 к под сети 150-154 в качестве адреса следующего перехода указывает адрес 150-152-7, потому что он получил от R2. Соответственно, он понимает, что next hop следующий маршрут 150-152-7 будет. Ну, да, и интерфейс указан сериал 0, потому что он через сериал 0 получил этот маршрут. Ну, информацию об этом. очень очень везде принимают критики. По такому мышцации везде применяются, соответственно. Ты же не будешь руками или каменными. Понятно, динамически по такому мышцации это же не вручную все прописывается. что есть? Так, дальше. Сколько у нас на время? Ну, еще полчасика позанимайся до десяти. Тема сложная, мы, наверное, даже главу еще не закончим. Ну, или давайте главу закончим, тогда как раз на полчаса еще хватит. Утилиты сетевого уровня. К сетевому уровню у нас относится что еще? Несколько утилит. Протокол преобразования адресов — это ART, адрес-резолюшн-протокол ART. Ну, про него тоже сейчас поговорим. Чуть-чуть дальше поподробнее про ART. Система доменных имен — Domain Name System — DNS. Протокол динамической конфигурации узла — DHCP. и утилита Bing. Это все утилиты именно сетевого уровня относятся. Протокол преобразования адресов и система доменных имен. Система доменных имен. Протокол динамической конфигурации узла. Протокол. 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 Я еще вообще ничего не говорю. Я читаю. В общем, прикол в чем? Есть так называемый протокол DNS, который занимается преобразованием имен в IP-адреса. Ну, кто-то уже знает об этом, улыбается. Что, по факту, для чего придумано, что людям же неудобно, зачем эти IP-адреса запоминать, что мы хотим хорошие, красивенькие имена знать и просто по имени компьютера уже обращаться, чтобы нам не запариваться с этими числами. Соответственно, у нас есть так называемый протокол DNS, который нам позволяет эти вот красивые использовательные имена, а не какие-то непонятные эти циферки. Соответственно, получается, она... Вот здесь у нас компьютер хамный, знает именно компьютеры Джесси, но нужно получить еще IP и MAC-адреса этого компьютера, потому что она, как бы, хочет ей что-то отправить, но она, блин, ничего не знает. Она знает только свое, да, и свой IP-шник, и все. Соответственно, DNS-заброс и ответ. Зато компьютер хамный знает адрес DNS-сервера. Обычно DNS-сервер у нас конфигурируется по DHCP, передается информация, которая конфигурирует компьютер, IP-адрес ему выдает там. Мак-адрес? Ой, нет. Адрес? Нет. Как его? IP-шник? Адрес сети? Какой? Адрес сети. Адрес сети? Я уже... Вот. И DNS тоже. Сервер конфигурируется в основном по DHCP. Соответственно, компьютер хамный нас просто отправляет как бы DNS-серверу запрос, типа, какой у джесси IP-адрес? И DNS ей говорит, что IP-адрес компьютера джесси 10.1.1.2. Соответственно, она уже как IP-шник, вот мы его выяснили с помощью DNS-а. Дальше нам остается выяснить MAC-адрес. MAC-адрес у нас выясняется с помощью app address resolution protocol. Соответственно, как здесь происходит? Она делает... Сейчас, картиночку. Она делает рассылку на широковещательные авокадры, чтобы все компьютеры получили это сообщение, этот фрейм. И, соответственно, она спрашивает, скажите мне, кто же из вас имеет IP-адрес 10.1.1.2. Соответственно, когда компьютер джесси получает вот этот вот... Ну, MAC-адрес, соответственно, обрабатывает все компьютеры, да? Вот. И она уже смотрит, компьютер джесси смотрит, что в этом MAC-адресе ее спрашивают, скажи мне, компьютер джесси, какой у тебя там... Твой MAC-адрес. И она уже отсылает. Компьютеру ханый MAC-адрес. Соответственно, с помощью протокола мы выяснили вот этот вот MAC-адрес компьютера джесси. Соответственно, все мы знаем уже MAC-адрес, знаем IP-адрес вычислили через джесси. И все, они спокойно могут отмениваться вот этим информацией своей. Ну, соответственно, чтобы каждый раз не заниматься вот этим вот рассылкой широковещательной, да, чтобы сэкономить все-таки, чтобы сеть не забивать там, они, соответственно, стараются кэшировать все эти адреса, да, что, ну, привязку IP-адреса и MAC-адреса каждый компьютер, да. Вот. Когда получает, ну, информацию, он где-то у себя это сохраняет. Вот. Можно даже думать. Там есть такая командачка ARP-A. Можно посмотреть ARP-Cash. Так. Назначение адресовки протокол DHCP. И, ну, обычно серваки, ну, это как можно сказать? Серваки обычно используют стандартные, ну, то есть статические IP-адреса, да. А обычные компы обычно используют динамические IP-адреса, потому что нам просто, ну, по факту нам пофигу, какой IP-адрес у этого компьютера, да, очень часто. Вот это можно сравнить, тоже мне понравилось, сравнение как с этими, какого, с продуктовым магазином, да, продуктовый магазин как сервер, да, что все должны знать, какой у него IP-адрес, да, соответственно, какой у него адрес у этого продуктового магазина, как бы. Ну, соответственно, ну, а обычные компьютеры, хосты, да, это как квартиры, адреса обычного человека, да, что пофигу, как бы, не настолько важно, как бы, да, что те, кто живет, просто важнее, чтобы люди добрались до магазина, как бы, да, чем это. Соответственно, протокол DHCP предоставляет клиентам IP-адреса, а также другую информацию. Например, узел должен знать свой IP-адрес, используемый маску под сети, стандартный шлюз и также IP-адрес или адреса для DNS-фермеров. Ну, в большинстве современных сетей DHCP это предоставляется вся информация для этого. Да, получается, что там? IP-шник, маска под сети, стандартный шлюз и IP-адрес или адреса для DNS-фермеров. Соответственно, здесь показан протокол, процесс получения всей этой информации. Соответственно, сначала первым, ну, первым, широковещательный DHCP-сообщение DHCP-клиента доходит до сервера, сервер понимает то есть он получил широковещательный запрос от клиента, да, дальше он предлагает DHCP-услуги клиенту, клиент принимает, клиент третьим пунктом запрос информации проходит от сервера, и дальше уже четвертый пункт подтверждение и нужную информацию передает. Команда ПИНК. СМП, эхо-запросы и команда ПИНК. Самую базовую связь, ну, как, зачем вообще? СМП, эхо-запросы и команда ПИНК, да, и почему вот ПИНК, как бы, здесь пользуют, да, потому что она проявляет, она, это, где там она работает, сейчас, сейчас, скажем. А, ну, правильно, потому что утилита ПИНК использует напрямую протокол IP, он, как бы, на другие протоколы и на другие не полагается. Соответственно, если команда ПИНК у нас работает, да, значит, что протокол IP у нас работает. Мы делаем, что, так называемый ICMP-эхо-реквест, вот, когда мы делаем ПИНК-аджейсин, соответственно, ICMP-эхо-реквест, ее айтишник, дальше эзернет-заголовки, да, Джейси, и Джейси нам должна ответить, если она получила это, она отвечает нам ICMP-эхо-реквест. Как бы, да, значит, ПИНК-понг. Поэтому ПИНК назвали вот это. Ну, все, они обменялись и, соответственно, все. Соответственно, протокол IP, то есть утилита ПИНК, сейчас расскажу, подождите. Вот. Вот что я хотел сказать. Утилита ПИНК использует протокол управляющих сообщений из интернет. Интернет-контрол-месседж-протокол ICMP. Вот. И она отправляет в другой IP-адрес сообщение, которое называется ICMP-эхо-запрос, ICMP-эхо-реквест. И, соответственно, ожидается, что компьютер Джейси ответит нам ICMP-эхо-реквест. Вот. И, соответственно, протокол ICMP не полагается на какие-либо приложения, он тестирует именно самую базовую связь, это первый, второй и третий уровень эталонной модели 8. Ну, поэтому вот именно команда ПИНК используется. Так. Ну, все. Мы сегодня закончили самые-таки основы. Я думаю, на сегодня уже вы хорошо позанимались, мы молодцы. В следующий раз начнем главу шестую. Основу протоколов TCPIP, передачу данных, приложения и обеспечение безопасности сети. Тоже будет очень такая тяжелая лекция, и, наверное, нам как раз одной главы хватит на весь вечер. Ну, может быть, две там нет. Я, конечно, подготовлюсь, но она как пойдет. Все. Спасибо, что пришли. По главу мы не прошли, да? Давайте в следующий раз делаем, наверное, еще одну главу дойдем, да? Чтобы основы все пройти. А тогда практику устроим через эту практику. А? Что будет на практике? Я выложу методички. Можно будет посмотреть. Ну, будем обжимать провода. Посмотрим всякие разные типы проводов, да? Какие они вообще бывают. Эти, там, что изернет, там, какие там, какциальные еще бывают, телефонные всякие провода. Обжимаем, потом, что там, попытаемся посоединять компьютеры, там, по питгуем, посмотрим, да, там, как они, ну, что происходит, когда пинг проходит, когда не проходит пинг, посмотрим. И там дальше, там, несколько лап есть, там. Должно быть интереснее. Вот. Вот. И еще, когда там, следующее воскресенье, хотим всех пригласить на занятия по вашу. Вот. Потому что, да. Да, да, да. Вот. Получается, у нас будет и следующее воскресенье занятия, но только не здесь, а я еще выложу, да? Там у нас другое место есть. Вот. В следующее воскресенье занятия по вашу будет, а в следующий понедельник уже когда вот это вот еще съедет. Потому что все-таки мы хотим по сетям еще, только чтобы нацистские показывались. Что-то помогает. Вот. Чтобы не только нацистские, а всякие эти линуксовые тоже штуки, и немножечко надо вашу тоже знать. Как бы такие вот основы. Вот. Вроде все. В этом воскресенье? Да. В этом воскресенье? В этом. В этом, да. Ну вот, который будет. Да. Ну, да. Ну, вроде все. Все. Объявление нас будет. Все, классно. Да, да. Мы там в этой же группе отпишемся. Куда чего там, карту нарисуем, куда приходить. Потому что не здесь будет, а там в другом месте. Вот. Вроде. Все? Спасибо. 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 Спасибо.